МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев, и я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верюсь ему подряд, и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Культ личности и оккультизм. Почему они идут рука об руку? До того, как Ленин умер, из него решили сделать вот такую вот сатанинскую кухню. Символы сталинской власти. Кольца метро и знаменитые высотки. Отнимают энергию или питают мощь державы? Все семь сталинских высоток, семь костров на семи языческих капищах Москвы. Воплощение американской мечты и темная лошадка Барак Обама. Отец Обамы происходит из семьи кенийского знахаря, из племени Луо. Ему удалось скандальное прошлое превратить в блистательное настоящее. Он выглядит как интеллектуал и пользуется, значит, особой поддержкой нью-йоркских либералов. Чья невидимая рука открывала перед будущим президентом все двери? Его отобрали в группу из восьми человек. Он был единственный не белый. Неправильные пчелы. Они исчезают по всему миру. Здесь когда-то были пчелы. Сопустение полное. Неужели сам человек заразил бесплодием медоносных насекомых? Трозгенные ставки выпадают в геном будущего организма и появляется организм химера, который бесплоден. Люди у власти. Они оставляют яркие, зачастую кровавые следы в истории. Самые известные тираны. Кто они? Мелкий корсиканский дворянин Наполеон Бонапарт, не слишком успешный адвокат Владимир Ульянов, семинарист Иосиф Джугашвили и посредственный художник Адольф Шикльгрубер. Как удалось им стать властителями умов, причем далеко не самых заурядных? Кто помогал им прийти во власть? Какая сила? Человеческая или чья-то еще? Почему не удалось ни одно покушение на Гитлера? Почему Иосифу Сталину и Владимиру Ленину удалось умереть своей смертью в собственных постелях? Хотя они и были ненавидимы миллионами. Кто или что оберегает тиранов и обеспечивает их власть? Чем крепче и страшнее власть, тем больше однозначно в ней будут мистики и религиозности. Большевики активно использовали магические практики. Исследователи находят подтверждение своих гипотез даже в хорошо знакомой классике. Тот же Максим Горький, вот его песня о буревестнике, это же фактически, если его почитать, это заклинание. Это разрушительное заклинание, вот взывание к темным силам. Большевики и были по своей сути разрушителями. В первую очередь дворцов и церквей. На смену разрушенным храмам и крестам пришли пятиконечные звезды, серп и молот. Согласно новой символике, они обозначают единство пролетариата пяти континентов, а также нерушимый союз рабочих и крестьян в борьбе за торжество коммунизма. Но если внимательно рассмотреть те символы, которыми новая власть заменила крест и двуглавого царского орла. Пятиконечные звезды, не что иное, как магическая пентаграмма. Серп и молот подозрительно похожи на масонские символы, не говоря уже о красных флагах, напоминающих о пролитой крови жертв. Почему бы не взять, например, гаечный ключ и вилы вместо серпа и молота? Зачем лидеры молодого советского государства выбрали главными его символами древние оккультные знаки? Потому что один – это символ Сатурна, серп, и второй – молот, символ Юпитера. Это Юпитер-Сатурн вместе. Юпитер не спровергает, это мифология древняя, не спровергал Сатурна там. Сатурн там этим серпом остоплял еще своего отца там и так далее. Это очень разрушительное символ. Звезда – это символ иудейского революционера Бар-Кокбы II века, который воевал против древних римлян. И слово «товарищ» никто не знает, что это такое. Открывайте историю евреев Генриха Греца в восьми томах дореволюционного издания. «Товарищ» – это обращение к соплеменникам, то есть иудеям по вере. Так что за силы помогли разоренной войной и революции Советской Республики не только выстоять против Антанты, но и в считанные годы стать мощной империей? Писатель Алла Дымовская считает, это была сила нового культа и нового бога. Вот он стоит живой, бог-сын, то есть как бы аналог Христа. Если вы хотите мертвого бога, пожалуйста, рядом на той же Красной площади у вас находится мавзолей, где лежит мертвый. Мавзолей Ленина. Тысячи людей каждый день в течение многих лет приходили поклониться мертвому телу. Меня, как и многих детей, которые еще ничего не понимали, тоже вводили на причащение к этому культу в красном галстуке и в коротких штанишках. Значит, так и миллионы наших людей. Это был центральный культ. Историк Владимир Авдеев посвятил изучению феномена мавзолея Ленина несколько лет. Он утверждает, история с усыпальницей Ильича – мистический заговор против самого вождя мирового пролетариата. Я это все показал в своей работе, что до того, как Ленин умер, из него решили сделать вот такую вот сатанинскую культуку в чистом виде. Я думаю, что сам бы он, наверное, конечно, на это не согласился. По мнению исследователей, в этой гробнице, сделанной по подобию древних пирамид, хранится ключ некой силы. Той силы, которой была призвана питать и защищать пришедших к власти новых правителей России. Мавзолея Ленина – это зекуратор. Это древняя пирамида, которая построена по древним чертежам шумерским. Если этот зекуратор разрушить или вытащить оттуда этот объект, я не буду называть какой, то произойдет глобальная катастрофа в режиме реального времени. Начало 30-х годов. Первое десятилетие правления Иосифа Сталина. В это время в стране разворачиваются гигантские стройки, воздвигаются электростанции и заводы. Руками тысяч заключенных строится Беломорский канал. Все это по приказу и под руководством вождя. Но только ли наращивание индустриальной мощи страны крылось за этим? Существуют легенды, что они искали вход в наш, в потусторонний мир, к духам, к предкам. И тот, кто найдет этот вход через лабиринты, через наследство Гипербореи, тот получит власть над миром. В 1933 году у Сталина появился мощный противник. В Германии к власти пришел лидер национал-социалистов Адольф Гитлер. В отличие от советского вождя, фюрер германской нации не скрывал своего увлечения оккультизмом. Гитлер прекрасно понимал, для сохранения и умножения его абсолютной власти необходима кровь. Без человеческих жертв мощная магия невозможна. Все государственные знаки и символы Третьего Рейха просто кричат о том, что их создатель жаждет крови. Гитлер окрашивает свои знамена в такой же кроваво-красный цвет, что и большевики. Он помещает на древо орла священную птицу римских легионеров. И главная эмблема – знак Третьего Рейха – свастика. Говорят, что это не более чем древнеиндийское изображение Солнца. Но это не совсем так. Красное знамя в середине его, вот этот вот карающий, указующий, наказующий символ – это, в общем-то, достаточно глубокая символика именно народа, который взял на себя духовную миссию судить весь мир. Эзотерики считают, в конце 30-х произошло столкновение двух мощных оккультных систем. Два сильнейших оккультиста делят мир, стремясь захватить над ним полную власть. Один – Адольф Гитлер, другой – Иосиф Сталин. По сути, они выясняли, чей культ сильнее. Когда немцы подняли в воздух авиацию и бомбили Москву, самолетов было очень много, больше 400 самолетов, но в Кремль попала одна бомба, и та не взорвалась. Это что, как ни магия? То есть Кремль был закрыт такой серьезнейшей печатью, потому что мало кто обращает внимание, что на Кремле была рубиновая звезда. Звезда была сделана из лала. Лал – это магический камень, который добывали специально по приказу Сталина в Памирских горах, на Памире. Тайная организация Анна Нербе или Наследие предков. В нее вошли сильнейшие маги и оккультисты Германии. На нее работали крупнейшие ученые. Цель Анны Нербе – с помощью тайных знаний и практик обеспечить фюреру абсолютную власть. Неоднократно посылались экспедиции в Тибет, на Памир, Эверест. И прекрасно помним поход в 1942 году, в августе, горных стрелков, 49-й корпус Рихарда Конрада, который водрузил германский штандарт на вершине Эльбруса. Это было все сделано для того, чтобы искать вот эти точки, места силы, откуда маг мог усилить свое влияние и свой энергетический удар. Сталин прекрасно понимал, с каким противником столкнулся. У него был свой собственный Анна Нербе. В деле господства над миром все средства были хороши. При Иосифе Серионовиче был так называемый отдел спецшифрования Глеба Бокия, который за глаза называли оккультным одином, который занимался всем оккультизмом. Стремительный взлет и столь же стремительное падение Третьего Рейха и его фюрера. Почему буквально за три года после вторжения в СССР от сильнейшего, вооруженного до зубов государства остались лишь руины. Мы выиграли эту оккультную войну. Рассчитать астрологически начало войны Гитлеру и поставить его на 22 июня, на день Ивана Купала, покровителя славян, это был изначально пораженческий вариант. Испокон веку Ивана Купала был покровитель славян. Нельзя было назначать на этот день в начале войны. Он назначил именно на этот день. 1947 год. Прошло всего два года после окончания войны. Страна еще в руинах. Но почему-то именно в это время Сталин решает возвести в Москве небоскребы. Неужели строительство высоток было тогда таким уж первоочередным делом? С точки зрения экономики – нет. С точки зрения оккультизма – несомненно. Места для строительства небоскребов Сталин выбирал лично. Высотку на Красных Воротах вождь приказал построить прямо над линией метро. Это рискованно, но приказ есть приказ. Один из семи небоскребов должен был стоять именно на этом месте. И не метром правее, или левее. Сталин лично утверждал и архитектурный облик высоток. Обязательное условие – башню каждого небоскреба должен венчать шпиль. И это не просто приход диктатора. Так, по крайней мере, утверждают эзотерики. Все семь Сталинских высоток, а их должно было быть восемь, это семь костров. Ну, еще поезжайте, посмотрите, как они светятся. Семь костров на семи языческих капищах Москвы. Это капище Перуна, капище Макоши, капище Рода, капище Трояна. Всем капище было построено, и каждый раз, когда строилось капище, зажигался этот каменный костер, мы делали качественный рывок вперед. Примерно в это же время происходит прокладка кольцевой линии московского метро. Цель Сталина, по мнению оккультистов, заключалась в ограждении Москвы от новых вражеских посягательств. К тому же стареющий вождь нуждался в мощной энергетической подпитке. Он построил кольцо метро, где было 12 станций. Пытаются 13-ю построить, она все время... То вода пойдет, то что-то с ней случается, потому что 13-ю станцию никак нельзя встраивать вот в этот магический тор, круг. Сталинские небоскребы были видны практически из любой точки города. И это тоже было сделано не просто так. Высотки костры, высотки пирамиды оказывали сильное воздействие на население, обеспечивая полное подчинение идеям верховного руководителя. Какое счастье знать, что нас ведет наш современник, наш гневики, Сталин! Это вызвано самой стилистикой этих зданий. Они для того и были построены, они для того и были созданы. Что коммунистическая идеология, коммунистическая парадигма – это что-то где-то на вершине этой пирамиды. А ты внизу, ты должен слиться, ты должен полностью подчиниться, и ты должен полностью отдать себя во власть этой верховной силе. Ты несешь на себя вот эту страшную власть, это страшное давление, и под таким давлением человек уже готов поверить и воспринять все, что угодно. Его можно зомбировать до какой угодно степени. Многие называют московские высотки прижизненным памятником Сталину. Но мало кто задумывается, что именно в них заключен один из секретов бессмертия вождя. И если имя Гитлера проклято народом Германии, то имя Сталина до сих пор вызывает во многих священный трепет. Казалось бы, при чем тут высотки? Мечта, конечно, его была стать бессмертным. Не бессмертным в телесном понимании, а в идейном. То есть его идеи, его мысли, они должны пережить его на века. И пока работают эти генераторы, пока работают эти высотки, пока они соединены между собой волноводами, его идеи будут только множиться. Повлиять на это идеологически невозможно, потому что это и есть работа магии. Со дня смерти Сталина прошло более 60 лет. Империи, которую он правил, нет на карте. Мир изменился. Думаете, оккультные технологии управления больше не актуальны? Не торопитесь с выводами. Лучше взгляните еще раз вокруг себя. Смотрите далее. Секрет успеха самого загадочного американского президента. Люди, которые ориентируются на клан Ротшильда, спонсировали избирательную кампанию Обамы. И почему Обама боится собственной тени и ходит по лезвию, рискуя оступиться? Америка находится на очень серьезном переводе, потому что вообще страна-то банкрот на самом деле, по большому счету. А также исчезновение пчел по всему миру. Дурная примета для цивилизации или преступная ошибка генетиков? Степень опасности никто не изучал, кроме как на крысах были сделаны эксперименты. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Барак Обама. Первый темнокожий президент США. Казалось бы, о человеке, во второй раз ставшем главой мировой сверхдержавы, известно все. Или все-таки нет. Знатоки утверждают, Обама – масон. Он один из активных действующих лиц так называемого мирового закулисья. А его предвыборные кампании спонсирует клан Ротшильдов. Есть еще несколько деталей, которые вполне могут шокировать обычного человека. Откуда взялись эти сведения? И что за роль уготована Бараку Обаме? Декабрь 2012 года. 52-й номер журнала «Тайм» традиционно выходит с портретом на обложке «Человека года». Это Барак Обама. Второй раз за последние 4 года. Обаме удалось сохранить доверие американского народа и вдохновить нацию надеждой. Так поясняет журнал «Свое решение». Обама и вправду набрал на недавних выборах больше половины голосов. Лучший за последние полсотни лет результат для кандидата от демократической партии. 44-й президент США действительно умеет понравиться всем. В 2009 году он получил Нобелевскую премию мира. А год спустя, согласно опросу, Института общественного мнения Гэллоп был признан самым сексуальным мужчиной на планете. Неплохо для 50-летнего афроамериканца. Он выглядит как интеллектуал и пользуется особой поддержкой нью-йоркских либералов. Кумир демократических интеллектуалов. Но подлинная история жизни и становления Барака Хусейна Обамы II вполне способна шокировать обычного человека. Начинается она с парадоксального факта. Место рождения нынешнего президента достоверно так и не установлено. В официальной биографии записаны Гавайские острова, но документы, подтверждающие это, далеко не у всех вызывают доверие. Отсюда всяческие слухи о том, что он, мол, и не родился даже в Соединенных Штатах, что сертификат о рождении на Гавайских островах фальшивка. Даже говорится о том, что официальным местом рождения является кенийский город Мамбаса. Если это действительно так, то по американской конституции Обама просто не имеет права быть президентом. Совершенно понятно, что Барак Обама находится в подвешенном положении. И если он сделает шаг не в ту сторону, ему всегда можно будет предъявить обман американского народа. Зато относительно даты рождения президента никаких разночтений нет. 4 августа 1961 года. Отец Обамы происходит из семьи кенийского знахаря, из племени Луо. Мать его, такая прирожденная авантюристка Энн Данхэм. Были сообщения о том, что она происходит из очень старой, знатной, богатой еврейской семьи на Филиппинах. Что со своей семьей она поссорилась, когда она вышла и решила выйти замуж за отца Обамы. Отец Энн Данхэм пригрозил, что заслушание накажет ее, лишит содержания. В отместку дочь ушла из дома и вскоре нашла способ заработать на жизнь. Снималось для различных журналов в обнаженном виде. Эти фотографии сохранились, они в большом количестве присутствуют в интернете. Когда родители Обамы разошлись, 10-летний барак переехал на Гавайи к бабушке. Посещая частную школу, курил марихуану и употреблял алкоголь. Об этом он сам впоследствии признавался журналистом. Какое будущее ждет отпрыска кенийского студента, который провел легкомысленную юность в Гавайском раю? Пособие по безработице? Прозябание в негритянском гетто? Нет, он становится президентом самой мощной страны мира. Но как это произошло? Западный колледж в Лос-Анджелесе. Престижный колумбийский университет. Затем школа права Гарвардского университета. Кажется, будто кто-то невидимый открывал перед бараком закрытые перед другими людьми двери. Кто же вел его все эти годы? Как только Обама поступил в университет, его отобрали в группу из 8 человек. Он был единственный, не белый, с которым с самого начала работал Бжезинский. То есть Обаму вычислили довольно рано, как потенциального лидера. Збигнев Бжезинский. Бывший советник по национальной безопасности президента США. Непримиримый антикоммунист. Один из главных кураторов будущего главы государства. В западной политике процесс смены лидеров давно поставлен на поток. Специалисты отсматривают потенциальных кандидатов со студенческих лет. Люди отбирают не столько по уму, хотя и по уму тоже, по степени их управляемости. Насколько они тщеславны, насколько они уперты, насколько им можно манипулировать. И в этом отношении, скажем, я вспоминаю, как аргументировала Мадлен Олбрайт, чем хорош Клинтон. Он очень быстро решает кроссворды. В любом случае, Обама довольно рано попал в поле зрения одного могущественного семейства. Из тех, что, как принято считать, управляют миром. Не может политик не быть ставленником сильных организаций, сильных структур и сильных интересов в серьезной стране. Америка, вообще, надо понять. Это страна, созданная бизнесом и для бизнеса. Там существуют, есть разные концепции, существуют как бы некие мощнейшие суперкланы, которые и по-разному видят мир, но тем не менее, все равно это бизнес. И, безусловно, то, что делает Обама, в интересах очень серьезных американских бизнес-трудов. Потому что Америка есть бизнес, там больше ничего нет. Дом Ротшильдов – один из могущественнейших кланов планеты. Разумеется, Обама не афиширует своих контактов с магнатами. Но для исследователей разрозненные факты его биографии уже сложились в четкую картину. Многие люди, которые ориентируются на клан Ротшильдов или с ним так или иначе связаны, они спонсировали избирательную кампанию Обама. Эта избирательная кампания больше была похожа на шоу. Театр одного актера, за которым наблюдал весь мир. Человек, который появлялся на сцене под песню «Юту» в городе ослепляющих огней, который завораживал просто миллионы. Многим казалось, что вот стоит ему только попасть в овальный кабинет, как Америку ждет золотой век. Обама для многих герой уже потому, что стал первым темнокожим президентом. Но, как это ни удивительно, сам он не сравнивает себя с известными представителями собственной расы. Обаму часто называли во время последних выборов демократическим Эйзенхауэром. Эта тема Эйзенхауэра там была. Более всего он напоминает именно в какой-то степени имена этого президента, несмотря на абсолютную разницу в бэкграунде, и в образе, и в имидже, и так далее. Сам он себя сравнивал постоянно с известными историческими персонажами. То с Кеннеди, то с Линкольном. Но что на самом деле роднит Обаму со своими предшественниками? Вполне может быть, что вовсе не черты характера. Известно, что 14 американских президентов были масонами. Состоит ли в этом обществе президент номер 44? Для знающих людей ответ очевиден. Кажется, все они только и ждут, когда Обама признается в этом публично. Все, что связано с масонством, это такое сообщество по интересам. Причем эти интересы могут быть... Вот у них есть некая тайная связь, на основе которой они единяются. А все остальное может быть разное. Впрочем, сам Обама всячески старается отмежеваться от этих слухов. Иногда даже чересчур усердно. Когда он пришел в какой-то детский приют, ну и, как всегда, стал делать доброе дело, красить стену самостоятельно, ну и предложили фартук, чтобы не испачкать его одежду. Он от фартука отказался, якобы именно потому, что фартук, одетый им, мог напомнить зрителям о том, что масоны тоже носят фартуки. И указать на его связь с масонами. Не все обратили внимание, что во время своей первой инаугурации Обаме так и не удалось должным образом произнести присягу на Библии. Вы готовы взять присягу, сенатур? Я. Я, Барак Хусейн Обама, я, Барак Хусейн Обама, я, Барак Хусейн Обама, я, бессонтельно срежу. В коротеньком тексте присяги он сделал три раза ошибку, и поэтому присягу сочли недействительной. И на другой день он уже переприсягнул, но уже в кулуарах Белого дома. Как ни странно, казус произошел с повторно избранным президентом и во время второй инаугурации. Присягу он приносил в воскресный день, когда судьи, которые принимают присягу, не работают. И, соответственно, вот опять же у него вышло так, что он приносил присягу и второй раз уже в кулуарах в узкому кругу своих друзей. Чем же запомнится Обама на посту президента? Как говорят аналитики, его правление стало переломным. В плохом смысле слова. Америка находится на очень серьезном переломе. Потому что вообще страна-то банкрот на самом деле, по большому счету. Но она не просто банкрот, она банкрот вместе со всем миром, который до сих пор является по факту американским. Именно это дает основание некоторым наблюдателям делать еще один удивительный прогноз. Именно при Обаме Соединенные Штаты перестанут быть величайшей страной мира. Он осторожничает, он сопротивляется, он не хочет разворачивать эту кашу, которая в конечном счете приведет еще к какому-то страшному столкновению, возможно, между этими ныне союзными, так сказать, сторонами. Он очень боится резких шагов. Он постоянно идет на компромиссы со своими противниками. Он, ну, как пишут в американских СМИ, просто-таки боится собственной тени. В 2009 году газета «Вашингтон-Пост» опубликовала сообщение о любопытной коллекции американского президента. В ней 250 магических кукол – гаитянских, гавайских и кубинских, похожих на те, что используются в зловещих обрядах культа Вуду. Еще один удивительный штрих к портрету темнокожего президента, который, возможно, еще не показал всем своего настоящего лица. Кому-то многие факты из биографии Обамы покажутся не более, чем набором слухов. Но согласитесь, их слишком много. Да и вообще сам факт того, что по поводу биографии Буша-младшего или Клинтона такого количества недомолвок не было, дают пищу для размышлений. Так, может быть, завтра мы узнаем что-нибудь еще более удивительное. Смотрите далее. Пчелы умрут. А что останется? Здесь когда-то были пчелы. Запустение полное. Почему ученые не могут остановить гибель царицы насекомых? Это происходит во всем мире и очень интенсивно происходит у нас. И при чем здесь война во Вьетнаме и опыты генетиков? Мы внедрились в геном и сделали это очень грубым способом. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Наверняка многие из нас слышали о том, что на планете резко и необъяснимо сокращается популяция пчел. Некоторым кажется, что это явление беспокоит только энтомологов и любителей меда. Тем не менее, об этой проблеме говорят уже несколько лет. Так что за угрозой несет человечеству исчезновение пчел? И в чем его причина? Альберт Эйнштейн, великий немецкий физик, не только сформулировал знаменитую теорию относительности. Ему принадлежит парадоксальный прогноз совсем другой области. Если пчела исчезнет с лица Земли, то человечеству останется жить 4 года. Пчелы массово вымирают по всему миру уже несколько лет. За последний год их популяция на планете сократилась на треть. Еще немного, и они окажутся на грани исчезновения. Это происходит во всем мире и очень интенсивно происходит у нас. Краснодарский край. Окрестности Новороссийска. Мы на одной из местных пасек. Ее хозяин показывает нам свои ульи. У нас вот здесь одна рамка, обстиженная пчелами, это 3000 пчелок. Мы называем это улочкой пчелок. Пасеки – предмет гордости кубанских фермеров. Но это пока. Скоро все может измениться. Здесь когда-то были пчелы. Запустение полное. Пчелки покинули гнездо, даже завелась моль, потому что некому было охранять. Вот это вот у нас идет вот таким образом отход. Вымирание пчел может серьезно изменить природный баланс. Насекомые опыляют три четверти растений. Исчезновение полосатых тружениц приведет к падению урожаев. Именно так уже происходит в Европе и Америке. Ученые дали название явлению. Синдром уничтожения колоний. Но вот выяснить точную причину им пока не удается. Ну, у пчел, как у любых живых организмов, есть свои враги, есть свои заболевания, и грибные, и вирусные, и бактериальные. Это одна версия. Но есть и другая. Это геномодифицированные препараты, которые вызывают нарушения и снижают плодовитость самок, могут вызвать их бесплодие, маток пчел. Это самые различные ситуации, связанные, ну, просто с прямым или опосредованными формами отравления и уничтожения пчел. Версия о том, что именно трансгенные культуры фатальным образом влияют на пчел, одна из самых живучих. Каким же образом это может происходить? Это американский биохимик Пол Берг, Нобелевский лауреат. В 70-е годы он научился искусственно перемещать гены из одной бактерии в другую, создавая новые виды и организмы. Что такое трансгенный организм? Это когда в этот организм вводят какой-то один чужеродный ген. Ну, может быть, два. В каждой клетке животное или растительное содержится 30-40 тысяч генов, да? Его добавляет всего один. Настоящий прорыв генной инженерии случился в 1977 году, когда было обнаружено, что некоторые бактерии способны переносить свою ДНК в геномы многих растений. Чуть позже был изобретен другой способ с помощью специальной генной пушки. Чудеса генетики появились чуть позже. Вот они, мыши, светящиеся в темноте. Такие опыты проводят не только на мышах. Краснофлуоресцентный кот или аквариумная рыбка Глоуфиш. Ярко-розовое создание с белыми светящими сополосками. Впрочем, еще до Берга советские ученые пытались изменить свойства полезных растений. Но они пошли по другому пути. Отечественная генетика использовала ядерные технологии. Сельскохозяйственные культуры подвергали воздействию радиации. Возникали многочисленные мутанты у культур, устойчивые к возбудителям. Например, грибковых болезней. Но американские экспериментаторы опередили советских. Они первыми применили новые химические технологии на людях. Полем для эксперимента стала дельта азиатской реки Меконг. Исполнителем крупного правительственного заказа компания Монсанто. Во время Вьетнамской войны эта корпорация производила так называемый агент Оранж для уничтожения растительности в местах скопления партизан. Но когда война окончилась, то осталась аппаратура, и они стали создавать растения, устойчивые к химикатам. И у них была двойная прибыль. То есть они продавали растения и химикаты, к которым они были устойчивы. Там гербициды, лепесты, инсистициды и так далее. Спустя 30 лет, в середине 90-х, Монсанто стала главным поставщиком семян трансгенных продуктов на мировой рынок. Сначала фермеры, а потом и их покупатели были в восторге. Считается, что компании поставили своей целью захват продовольственного рынка. Морозоустойчивые помидоры, картофель, ядовитый для колорадского жука, морковь, слаще арбуза. Не овощи, мечта. Но к чему могут привести такие эксперименты? И почему ученые так обеспокоены? Дело в том, что в эти культуры встроен специальный ген бесплодия. Цель вроде бы понятна. Не допустить, чтобы в природе улучшенные овощи и фрукты вытеснили обычные. Но как это может повлиять на других представителей флоры и фауны? Трансгенные ставки выпадают в геном будущего организма и появляется организм химера, который бесплоден, поскольку химерный организм. И то, что сейчас происходит с биосферой, это, конечно, катастрофа. В 1999 году доля поставляемых в Россию трансгенных продуктов впервые превысила 70-процентную отметку. С тех пор она только растёт. Степень опасности никто не изучал. Кроме как на крысах были сделаны эксперименты, на человеке это, я считаю, что практически это невозможно сделать. К тому же этот эксперимент должен быть растянут во времени. Когда мы питаемся каждый день, съедаем морковку, пропуссу, я не знаю, рыбу, мясо, то мы съедаем миллиарды генов, которые содержатся в этих продуктах. Но они собственные, да? И вдруг появляется один новый. Почему это вроде вызвало такое жуткое опасение в окружающих? Ну да, теоретически можно предположить, что появление какого-то гена, какого-нибудь токсина, да, приведёт к тому, что этот продукт будет отравлен. Но на самом деле это даже смешно говорить. Но так считает только часть учёных. Если мы даже не обнаружим на вот этих добровольцах эффектов отрицательных, то неизвестно, как приём вот геномодифицированных продуктов скажется на поколениях последующих. Каждый из таких продуктов подвергается тщательной проверке. Игорь Гольдман работает в Институте биологии гена. Его задача – получение для детского питания особого белка – лактоферина. Мы в качестве продуцентов выбрали коз. И вот мне удалось со своими сотрудниками, коллегами вставить туда ген лактоферина. И коза с молоком начала производить лактоферин, причём в концентрации 3 раза больше, чем у человека. Это промышленное, это экономически значимо. В лаборатории разработали способ выделения лактоферина из молока коз. Впоследствии было создано две группы средств, как для питания, так и для лечения. И это реальная польза генной инженерии. Ирина Ермакова уже несколько лет пытается доказать – еда с трансгенами – мина замедленного действия. И вымирание пчёл – это только начало. Поскольку антикомы – это более коротко живущие организмы, то мы как бы замечаем, что они начали исчезать. Вот в Бразилии, которая является страной производителей ГМО, там до 80% исчезло бабочек. Ермакова убеждена. Встроенные чужеродные гены обязательно повредят и человеку. Они могут запускать механизмы, которые вызывают аллергию и даже рак. Но учёные-генетики называют это абсурдом. У нас есть исследования, которые показывают, что действительно вроде бы такое влияние есть. Но когда начинают разбираться более серьёзно с полученными результатами, то, как правило, выясняется, что есть какие-то ошибки в постановке эксперимента. Вот эти вот якобы обнаруженные влияния подвергаются сомнению. Чужие гены просто не могут проникнуть в организм человека. По крайней мере, вместе с пищей. Дело в том, что гены в нашем пищеварительном тракте, в желудке, перевариваются. И они не попадают в наш организм. Поэтому говорить о том, что вот чужеродный ген какой-нибудь там, я не знаю, петрушки попадёт в нам организм, а потом у нас где-нибудь подмышкой будет расти петрушка, но это проявляет ещё из области фантастики, потому что этого быть не может в принципе. Многие достижения генной инженерии фантастикой уже не кажутся. Например, картофель, который не по вкусу к лорадскому жуку. Другое дело, что в магазинах почти не осталось продуктов, в которых трансгенные технологии не использованы в том или ином виде. Обычный гастроном. На полках магазинов сотни упаковок с пометкой не содержат ГМО. Но информированные люди утверждают, это, мягко говоря, не совсем так. Промышленное производство пищевых продуктов уже почти не обходится без трансгенов. Трансгенные пища, содержащая элементы трансгенных организмов, она, конечно, дешевле, чем обычная пища. По особой причине, что внесённые гены улучшают разные качества, ускоряют рост и так далее, и так далее. Без трансгеноза, без геномодифицированных организмов дальше, наверное, прогресса невозможен. Генетически модифицированные продукты практически без ограничений используют на американском континенте и в Австралии. В то же время в Европе, скажем, даже существует запрет на производство таких продуктов. То есть везде по-разному. У нас запрет на производство существует. Но рано или поздно этот запрет всё-таки будет снят. Доктор Ермакова уверена, пчёлы просто первые в очереди на вымирание, а человек где-то рядом, как и предсказывал Эйнштейн. Человек, наверное, не погибнет от трансгенных культур, а погибнет от того, что биосфера будет разрушена, поскольку организмы, короткоживущие, они будут исчезать в первую очередь. И то, что сейчас наблюдается, резкое сокращение биоразнообразия, исчезновение огромного количества животных и растений, мы внедрились в геном и сделали это очень грубым способом. Споры сторонников и противников трансгенов продолжаются. Ни у кого из них нет абсолютно убедительных аргументов. Но вот что интересно. В 2004 году на заседании одного из комитетов НАТО была поднята тема генно-модифицированных организмов. Речь шла об использовании их в качестве генетического оружия. И это уже серьёзный повод задуматься. Не правда ли? Это было агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Разбегаев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова